Во-первых, посмотрите, как он круто выглядит. И в этом телефоне три вспышки целых. Одна располагается на задней стороне телефона, и две вспышки впереди готовы. Ба-бам! Пожалуйста! Всех приветствую! Перед вами Vivo, модель V21. Совершенно новый телефон, модельный ряд 2021 года. Он 5G поддерживает. Здесь одна симка, плюс еще один комбинированный слот. Ну, давайте сразу его и покажу, раз про него зашла речь. Офигенный цвет. Вот в нашем исполнении, смотрите, прям он переливается, прям как жемчужина. Просто бамбизный цвет. И на самом деле, ох, вот это вот я люблю. Вот это я прям обожаю. Когда производители делают микрофон рядом с таким слотом для сим-карты. Конечно, может быть, вы не так часто будете его открывать, но мне так приходится по работе часто делать. И иногда, кстати, я промахиваюсь и, получается, тыкаю в микрофон. Надеюсь, микрофон у нас не поломался. Окей, вытаскиваем сим-карту. Вы тоже будете аккуратнее. И пишите в комментариях, если у вас так получалось, что вы попадали вместо отверстия под лоток сим-карты в микрофон, если у вас он рядом расположен. У нас тут никакой влагозащиты нету, но всё равно на вот этом лотке сим-карты есть небольшая резиночка, которая предотвращает всё это. Здесь, я так понял, какая-то либо демо-сим-карта стоит, либо что это такое. Даже на сим-карту не похоже. Это просто какая-то заглушка. Ничего себе. Ло. Это называется дамикарт. Здесь написано «Please remove». Ничего себе. Первый раз встречаю, чтобы какая-то такая заглушка здесь была. Окей. Здесь у нас SIM 1, и сзади у нас скомбинированный слот. То есть мы составляем либо microSD-карточку, либо nano-сим-карту. Окей. В телефоне у нас может быть либо встроено 128 гигабайт памяти, либо 256. Есть такие вот две версии. На момент записи видео, актуальную цену вы, если что, сможете посмотреть в описании, если она уже появилась, либо в комментариях. Значит, по корпусу на GSM-арене написано «Задняя крышка пластмасса». Сбоку пластмасса, впереди стекло, соответственно. Сканер отпечатка пальца под дисплеем находится. И где он будет у нас располагаться. Так, да, это все мы принимаем. Располагается он вот здесь вот. По экрану. Изначально с комплекта будет пленочка наклеена. Она тут есть. Окей. Это тоже зачетная тема. Экран 6.44. Крутой экран. 2404 пикселя на 1080. И он амоледовский. Давайте посмотрим, есть ли настройка какой-либо герцовки. Заходим в «Экран и яркость». Время отключения экрана давайте, кстати, поставим 10 минут. Здесь есть темная тема. Ее можно включить. И опа, вуаля. Темная тема. Давайте включим белую. Режим защиты глаз есть. Адаптивная яркость. Я ее выключаю на время обзора цвета экрана. Можно, кстати, поменять. Сделайте профессиональный. Можно яркий сделать. Окей. Сделаем яркий. Заставка. Частота обновления экрана. У нас стоит 60 Гц. Мы можем поставить 90 Гц. И после этого у нас телефон, ну, заметно, да, передвигается. Такое ощущение, что телефон просто стал шустрее. Амоледовский экран. Крутая тема. Давайте проверим видео на YouTube. Здесь у нас Funtouch OS 11.1 стоит. И давайте запустим мое любимое видео с канала GoPro. И посмотрим, как у нас все это дело отображает. Заодно проверим динамики. Окей. Разворачиваем. Ну, обычно я, конечно, смотрю YouTube вот так вот. Но можно развернуть полный экран. И давайте сделаем погромче. У нас один динамик. Довольно-таки громкий. Ну, в меру объемный. Я бы не сказал, что здесь прям супер-мег динамик. Обычный динамик, он находится снизу. Стерео здесь нет. Ну, окей. Давайте уже более детально посмотрим на экран. Из-за того, что он амоледовски будет хорошо смотреться на солнце. Никаких туда засветов и так далее не будет. Очень хорошо смотрится. С учетом того, что здесь у меня куча света. Ну, понятно, что вот так вот он отображаться будет. Но очень хорошо поглощает освещение. В солнечную погоду будет нормально. При этом здесь еще и пленка наклеена. Дальше по железу. А перед тем, как по железу, надо добавить мой любимый виджет. Как же без него-то? Ага. Давайте вот это добавим. Во. Такой вот. Виджет Яндекса. Попробуем его малец настроить. Так вот растянуть. И малец переместить наверх. Супер. Да. Есть. Ну, плюс я, кстати, уже давно перешел на Яндекс.Браузер. И круто, что, кстати, Vivo его прям сюда засунуло. Это крутяк. Все. Яндекс на месте. У нас, кстати, в Москве жара. 32 градуса. И в будущем обещается у нас 34, либо 35 градусов. Просто офигеть. Пишите в комментариях, какая погода в вашем городе. Значит, по железу. Фронтальная камера. Это особенность этого телефона. V21. Здесь камера фронтальная на 44 мегапикселя. Это фишка данного смартфона. Конечно, я вам покажу фото-видео, которое я снимал с этой фронтальной камерой. С основной. Основная камера здесь, кстати, у нас тройной модуль. Есть 64 мегапикселя. Вот здесь вот основной. Плюс 8 мегапикселей ультравайт. И 2-мегапиксельная макрокамера. И есть вспышка. Прикольно. Сделали такой, знаешь, минималистичные рамки всего вот этого. То есть прямоугольная. И классно такие рубленные края у всего корпуса. Мне очень нравится, как он в руке лежит. Честно, прям ощущается реально дорого. Хоть здесь задняя крышка пластмасса, это пластмасса. Но ты понимаешь, что он такой, знаешь, из зарубленных граней. Прикольный прямоугольный телефон. И вот это минималистично сделано. Не знаю, как в другом цвете, но в этом выглядит сочетание вот этого цвета, серого и черного. Очень даже зачетно. Окей, возвращаемся к камере. Значит, фронтальная камера 44 мегапикселя. Видео она снимает максимально в разрешении 4К. Основная камера тоже 4К снимает. Есть режим портрета на фронтальной камере. Есть режим ночь. И здесь мы можем, соответственно, в режиме портрета настроить блоки, который нам нужен. Вот, например, сейчас бомбанем на F01. И покажу вам, что получилось. Получилось вот такое супер просто мегаблоке. Посмотрите. Все. Ой. Все еще замылено. Но круто, круто. Не, Vivo молодцы. На фронтальную камеру у нас также доступен режим HDR. Он сейчас включен. Значит, вспышка у нас здесь автоматическая. Мы ее сделаем подсветкой. И вот это вот крутая тема. Потому что здесь все нацелено именно на фронтальную камеру. И как вы поняли, что двойная подсветка. Где мы еще такое видели? Выглядит это круто. Сейчас попробую фоточку сделать. И, пожалуйста, вот у нас тут вспышечка. Вспышечка. Крутяу. Во-первых, посмотрите, как он круто выглядит. И в этом телефоне три вспышки целых. Одна располагается на задней стороне телефона. И две вспышки впереди готовы. Бабам. Пожалуйста. Вот такие вот прям фонари, как от машины какой-то светодиодные. Реально фонарики, которые у нас отвечают за вспышку. Крутая тема. Плюс доступны всевозможные улучшалки. Основная камера, соответственно, видео у нас снимает также в 4К. Переходим сюда. 30 кадров в секунду. И, да, в принципе, и все. Все остальное то же самое. Есть суперстабилизация. Но на 4К она не работает. Здесь только Full HD. И здесь, наверное, все. Основную вспышку показывать не буду, потому что она обычная. Это уже не фишка телефона. Высокое разрешение. Можно включить как раз те самые 64 Мп. Они включаются отдельно. И, в принципе, все. Как на любом телефоне. Можно включить сверхширокий угол. Вот здесь вот так вот сделано. Что можно включить. Обычно. И вот сюда вот сверхширокий мы как бы отдельно выходим. Это может быть не очень удобно сделано. Ну, то, что вот однократное увеличение. Вот однократное увеличение, чтобы вам было понятно, что мы, к примеру, снимаем. Двухкратное увеличение. И чтобы нам уменьшить, мы вот здесь вот просто не можем уменьшить. Нам нужно как бы тыкнуть сюда и включить сверхширокий угол. Вот так вот все дело происходит. Это вот единственная, наверное, не очень удобная тема. Потому что иногда хочется прям отсюда бомбануть широкий угол. Фоточку. Bluetooth 5.1. Здесь есть NFC. Бесконтактные платежи поддерживаются. Здесь внутри 4000 мАч аккумулятор стоит. И, о боже, в комплекте идет 33-х ваттная зарядка. Она уже в комплекте крутяк. По производительности. Здесь у нас Mediatek MTK Demensity 800U используется. Я провел тесты. Заходим в альбомы, заходим в скриншоты. Здесь у нас Antutu набирает 382 тысячи очков. Разрядился на 5%. Повысился на 2%. Он не особо такой, знаешь, требовательный. И понятно, что не там сверх-мега производительный. Потому что у него даже троттлинга особо нет. Вот, троттлинг-тест в районе 12 минут. Все нормально держится. Здесь у нас 123 гипса было, ну, 123 тысячи. Такой, знаешь, ровняк. Плато, реально. По Funtouch OS. Ну, значит, вниз мы сдвигаем. У нас здесь полностью все наши приложения вынесены. Рабочие столы. Можно сюда приложения выносить. Виджеты всевозможные. В игрушки в любые поиграть можно. Вообще, все, что вы захотите. Слева у нас, ну, Google-лента. Пожалуйста, заходим сюда. Значит, верхний бар. Здесь мы выносим все наши супер-мега-функции, которые нам нужно. Поддерживается, конечно, у нас раздельный экран. Ну, два приложения одновременно. Здесь, соответственно, нужно нам и приложения найти, которые будут это делать. Ну, к примеру, браузер. Мы можем запустить в режиме раздельного экрана. И запустить какое-то второе приложение. Ну, что-то. Теперь готов вам показать фото и видео, которое мне удалось заснять с этого телефона. Давайте, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, 0-1 победили. Круто. Всех поздравляю. Наши красавчики. Уже матч закончился. Вот. А это фронтальная камера. Вам хочу сказать спасибо, что досмотрели видео до конца. Ну, актуальную цену проверяйте, как она только появится. Потому что на момент записи я ее сам не знаю, к сожалению. Подписывайтесь на канал, ставьте оценочки, пишите комментарии, какими телефонами пользуетесь вы. А если вы это видео смотрите уже через какое-то время, когда вы уже купили такой телефон, то пишите отзыв на него вот там вот, как бы после опыта использования. Это же всего лишь был обзор. Обзор функций, которые здесь есть. Но фронтальная камера с двумя вспышечками меня реально порадовала. Прикольные боки делают, на самом деле. И дизайн мне вот реально зашел вот именно в таком цвете. Ну все, давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok